СПОНСОР ВЫПУСКА Независимый рентгенодиагностический центр 3D-диагностика. Самая точная и безопасная трёхмерная диагностика челюстно-лицевой области. Вас приветствует программа «Только хоккей». В сегодняшнем выпуске – обзор матча «Лада-молот при Камье». Экскурсия по хозяйству хоккейного клуба на «Лада-арене» в роли экскурсовода – генеральный менеджер Сергей Михалёв. Тольяттинская «Лада» является одной из команд, которые в следующем сезоне могут войти в состав континентальной хоккейной лиги. Кто из бывших игроков «Лады» и её воспитанников теоретически может подписать контракт с клубом на следующий сезон? Расскажем об этом в нашей программе. В первом матче длинной домашней серии тольяттинцы принимали гостей из Перми. Гостями, правда, они себя не почувствовали и уже на пятой минуте матча по-хозяйски открыли счёт. Сделал это Владислав Ушенин с передачи своего брата-близнеца Вячеслава. В ходе всей игры именно они задавали тон в атаке у молота и поучаствовали в аксе к трёх шайбах своего клуба. Вести команду за собой им уже не привыкать. В прошлом сезоне в клубной бомбардирской гонке их обошёл лишь Сергей Тополь. Два года назад в ИХЛ на уши поставили братья-близнецы Ольшевские. Сейчас на слуху братья Ушенины. После матча Игорь Жилинский отметил тот факт, что игроки 92-го года рождения задают тону термяков, а их сверстники Влади Алексей Мострюков и Кирилл Неконоров после удачного плей-офф никак не могут показать ту игру, которую от них ждёт тренерский штаб. Тем не менее, несмотря на подвиги братьев, победа и три очка остались за ладой. Команда у нас приезжает, проходит здесь, вот в эти двери доходит и проходит свою раздевалку. Давайте, проходите, проходите. Вот сюда пойдёмте, направо. Мы уже потихонечку приближаемся. Скажем, вот здесь начинается зона расположения команды нашей. А раз уже подошли, вот через эти двери команда выходит на лёд. Вот самая. Главное помещение, где располагаются хоккеисты – раздевалка. Вот здесь располагаются хоккеисты. И как раз мы хотим потом всё здесь улучшить помещение, здесь оборудовать. И многое, что есть, так скажем, мечта, что сделать покрытие ковровое и большую эмблему лады, чтобы была на полу, чтобы… Вообще планируем, что здесь, в этом помещении-то сейчас мы ходим в обуви, но планируем, что здесь во вторую обувь только будут ходить, потому что, чтобы сделаем помещение отдельное, раздевались, верхняя одежда, обувь, и здесь только люди ходили в тапочках. Тушилка, здесь тёплый воздух. Очень хорошие коридоры, большие. Я, допустим, в Уфе, в коридору, наверное, тренировку беговую проводил, допустим, прыжки. Каждый болельщик время от времени представлял себя на месте главного тренера или генерального менеджера клуба. В своих мечтах собирал состав, составлял сочетание звеньев нападающих и пар защитников. Вот и программа «Только хоккей» решила пофантазировать на тему состава лады в КХЛ. Полёт нашей мысли мы решили ограничить лишь местными воспитанниками и хоккеистами, которые ярко проявили себя в Тольятти. В наш первоначальный список вошло 50 хоккеистов, но не у всех контракты заканчиваются в следующем году. Например, Василию Кошечкину предстоит защищать цвета магнитогорского металлурга до мая 2017 года. Поэтому ограничим список только теми, у кого контракты действуют до 30 апреля 2014 года. Таковых у нас 27 человек. Начнём с вратаря и линии защиты. Итак, как уже было сказано, любимец тольяттинской публики Василий Кошечкин имеет на руках контракт до 2017 года. Возможно, Илья Брызгалов вспомнит о родном клубе, и вместо того, чтобы подписывать пробный контракт с клубом из Лиги Восточного побережья, где играют фарм-клубы Камат из АХЛ, обратить взор на ладу было бы неплохо. Пара номер один. Дмитрий Воробьёв, Георгий Пуец. Те, кто внимательно следит за ладой, вспомнят это сочетание по первому сезону в КХЛ. Дмитрий немного закис в системе СКА, а ведь до этого его карьера шла вверх. Возвращение домой должно придать ему сил и открыть второе дыхание. Георгий после лады поиграл в Сибири и в Авангарде. Это достаточно стабильный и опытный защитник уровня КХЛ. Сейчас он играет в родной Риге, но такую зарплату, как в российских клубах, ему в Динамо предложить не смогут. Пара номер два. Иван Лекомцев, Александр Силуянов. Иван пришел в ладу по ходу первого сезона в КХЛ, но проявил себя в основном во втором. Праворукий защитник может поддержать атаку, но и о защите не забывает. Александр – опытный защитник, который способен взять на себя большую часть оборонительных функций и развязать руки партнеру в атаке. Дважды бронзовый призер в составе автозаводцев. Пара номер три. Денис Ежов, Филипп Метлюк. Денис дебютировал в ладе в возрасте 17 лет, но в родной команде он не задержался. Сейчас он играет за Хабаровский Амур, но болельщики его не жалуют. Возможно, возвращение к истокам придаст ему сил. Филипп – крепкий оборонительный защитник, таких любит Петр Ильич Воробьев. Главная задача – защитить свои ворота, а все остальное – как приятный бонус. Племянник Данил уже вернулся в Тольятти, почему бы и дяде не последовать его примеру. Пара номер четыре. Денис Баранцев, Максим Томкин. Удивительно, но первая пара выпуска 92-го года с Дюшор Лада оказалась в системе московского Динамо. У Дениса и Максима были разные пути к Олегу Знарку. Да и сейчас первый является двукратным обладателем Кубка Гагарина, а второй больше играет в системе клуба – ранее в МХЛ, теперь в ВХЛ. Игровое время на уровне КХЛ и возвращение домой должно заинтересовать ребят. Но в отличие от предыдущих героев, они этой весной будут в статусе ограниченно свободных агентов и просто так сменить клуб не смогут. Программа «Только хоккей» не претендует на серьезность такой аналитики. Мы лишь постарались показать, что все возможно при определенном желании. В следующей программе мы продолжим разговор о потенциальных новичках и поговорим о линии атаки. Не пропустите! На этом наш выпуск подходит к концу. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии и ставьте лайки. Увидимся на хоккее! Следующая программа выйдет через неделю, и пусть это время вас окружает. Только хоккей! Проект осуществляется при поддержке сайта bilet.tlt.ru Субтитры создавал DimaTorzok Боги прокляли спятивший Рим, город брошенных женщин и коллег. Здесь глотает отправленный дым, режут лезвие вены. Здесь по праздникам ходят смотреть, как в агонии бьется человек, Как пирует свирепая смерть в желтом круге арены. Сила приносит свободу, побеждай! Станешь звездой, а может, обретешь покой. Твой брат в пыли, жалок и слаб, Затванный зверь, раненый ран. Еще секундой скажет тупей перст императора. В святой судьбе неприкословь. Бой толпа чувствует кровь. Не стоит скорбь и не жал, не друзей. Жизнь гладиатора колесей. Спонсор выпуска – независимый рентгенодиагностический центр 3D-диагностика. Компьютерная томография зубов, челюсти, суставов и пазух носа. 3D. Доступно. Достаточно. Достоверно. Продолжение следует...